добрый день всем здравствуйте здравствуйте сегодня неочередное видео потому что в прошлом видео я сказала что мы выйдем в прямой эфир в воскресенье но не уточнила время и поэтому меня девочки спрашивают поэтому давайте сразу в начале этого видео я скажу что мы сегодня уже не выйдет прямой эфир мы выйдем прямой эфир завтра в понедельник по московскому времени во сколько 7 часов 7 7 30 7 7 30 так что присоединяйтесь пожалуйста к нам и ответим на ваши предыдущие вопросы сегодня хочу вам да предвижу сразу вопрос вот те цветы вот там стоят гортензии это цветы из маминого сада когда они приехали к нам в четверг они привезли нам охапку вот этих вот гортензии я рассортировала их к нескольким вазам и вот одна из вас вот здесь вот стоит ну а сегодня опять значит скажу еще что спасибо вам всем огромное за ваши комментарии за ваши добрые и хорошие слова в мой адрес и в адрес моей мамочки спасибо огромное за ваши все комментарии и все вам доброго да а сегодня у меня такое внеочередное видео потому что я хочу вам буквально несколько минут рассказать вам историю одной моей подписчицы назовем ее ольга история это интересная потому что подписчица и ее кавалер с которым она познакомилась на сайте знакомств они оба возрастные значит скажу сразу ольги на данный момент 67 лет да и 67 она тебя получается переплюнула я думала ей меньше нет она тебя переплюнула так вот да так вот она но скажу еще что она была замужем тоже за иностранным гражданином два года назад то есть 65 лет она вышла замуж за иностранного гражданин уехала к нему в его родную страну прожила с ним около наверное года они поняли что они не созданы друг для друга и в общем она вернулась назад и потом как она мне сказала значит она стала смотреть на сайтах знакомств мужчин и наслушавшись и насмотревшись насмотревшись моих видео и особенно моего совета о том что девочки не стесняйтесь подмигивайте первыми мужчинам вот она меняла моим советом и стала подмигивать добавила одного человека с фавориты и он не написал а теперь внимание этому человеку английскому джентльмену он из лондона 81 год то есть получается ей 67 а ей а ему 81 вы знаете она мне прислала фотографии и свои и его и он конечно на эту цифру нисколько не выглядит нет вот и мало того что он не выглядит на эту цифру он еще и не ощущает себя на свой возраст потому что она говорит что они конечно встречались она сказала что когда они встречались когда они встретились он приехал к ней из великобритании в этом году в апреле месяце но познакомилось она с ним в прошлом году тоже в апреле поэтому как то у них вот apple это был заменательный такой месяц, потому что у них был год со дня их знакомства. А где они встретились теперь? Они встретились вот в Москве, он приехал к ней. Она живёт в России, в небольшом городке, и он приехал к ней. Сначала она ему подмигнула, давайте по порядку. Она ему подмигнула, он добавил его в фавориты, и он написал ей. И они сразу как-то вышли на скайп, и мало-помалу стали разговаривать, разговаривать, и всё. И потом, значит, каждый день у них скайп, скайп. И, значит, решили, что пора встретиться. Да, 7-10 дней для первой встречи достаточно. Значит, у них было 10 дней. Он приехал сначала в Москву, и они провели 3 дня в Москве, а потом поехали к ней в её родной город, и вот 7 дней были уже у неё. Но он остановился в отеле, она у себя, и, в общем, они как ходили друг к другу в гости. Вот, значит, и что хочу сказать, что ему очень понравилась в России. Очень понравилась сама Россия, понравилась Москва. Люди, как его встречали, принимали. Понравилась очень кухня. Особенно на него произвели большое впечатление 3 наших лидера, 3 вождя, которые стоят на Красной площади. Это Ленин, Сталин, и, по-моему, ещё кто-то с ними в тройке выступает. Вот. Но вы знаете, что это переодетые, загримированные под наших вождей политических. И ему это очень понравилось. Также ему понравилась очень еда, как я уже говорила, и особенно грузинская кухня. Она повела его в грузинский ресторан, уже у себя, в своём родном городе, вот. И он очень впечатлился. Ну, знаешь, Лена, я хочу сказать, что грузинская кухня всем нравится. Вот мы когда были в Санкт-Петербурге со своими друзьями, мы тоже ходили в этот грузинский ресторан. Да, и им очень понравилось, и они даже говорят, ой, давайте мы ещё раз сюда вернёмся. Ну, может быть, им напоминает индийскую кухню. Ну, может быть, может, так вот, может быть, со специями. Но очень понравилась тоже грузинская кухня. Ну, вот. Значит, по истечении 10 дней он уехал домой. Она сказала, что он был таким настоящим джентльменом английским. Да, значит, хочу сказать, что он был врачом, работал в своё время врачом. Сейчас, конечно, он на пенсии. Работал одно время в клинике, ну, в смысле, в госпитале, в больнице. Вот. А потом стал работать семейным врачом. Вот, как бы, семейная вот, да, семейная практика. Вот. Ну, вот, собственно, и всё. Ца история. Я, да, я к чему это вам говорю. Значит, они познакомились на сайте, который называется Lava Place. И вот вы сейчас его видите на экранах. Вот. Так что этот сайт я туда не заходила, не смотрела, но просто загуглила его. И там написано было, что этот сайт написан для вот таких взрослых людей. Да, такая история очень интересная. Она продолжается. Не знаю, какой у неё будет конец. Но я думаю, что будет счастливой. Да. Ну, я не знаю об их дальнейших планах. Может быть, они будут встречаться вот так же вот. Он приезжает к ней, она приезжает к нему. Или, может быть, они будут вместе ездить на отдых. Да, на отдых, как сейчас это принято. И очень мне это нравится. Такие вот браки на расстоянии, да. Да, почему бы и нет. Да, почему бы и нет. Так что я не знаю, что у них. Но в любом случае пожелаю им счастья. Любви. Рады, что они нашли друг друга. Да, любви и продолжения отношений. И вам всем, девочки, тоже желаю всем найти свою вторую половинку. И быть счастливыми. И быть счастливыми. И не отчаиваться. Это уж точно. Ну всё. До новых встреч. Завтра ждите нас в прямом эфире. Всем пока. Всем до свидания. Пока-пока. До встречи. Девочки, вы просили меня показать, как я сервирую стол. И вот я накрыла на четверых. Сегодня мы будем ужинать. Мама уже готова. Вот. Значит, я хотела вам показать свой новый сервис, который я купила. Это вот. Вот этот вот. Порт Мерион. Это сервис называется Crazy Daisy. То есть сумасшедшая ромашка. И вот на самом деле вот эти вот верхние чашки, они для супа или можно для салата их использовать. Я сегодня их использовать не буду. Я просто их накрыла для того, чтобы вам показать, как это выглядит. Я очень люблю свечи. И поэтому у меня свечей много. Но прежде чем купить свой большой столовый сервис, я приобрела сначала вот эту маленькую чайную пару. Вот чайник, чашечка с блюдцем и сахарница. Потом я докупила вот эти две тарелочки. Как бы предполагалось, что мы будем вдвоем пользоваться. Потом я купила вот такую вот для тортов ложечку. Потом купила вот эти маленькие ложечки. И потом уже купила большой сервис.